Сегодня исполнилось бы 100 лет со дня рождения Замакшири Касимовича Карданова, видному общественному политическому деятелю, председателю облсполкома Карачаева Черкесии с 1951 по 1956 год. По следующие 16 лет Замакшири Касимович был председателем Ставропольского краясполкома. Возле дома, где он жил постоянно, мероприятие прошло, в котором приняли участие представители власти, общественных организаций, его родные и близкие. Всюду, где бы он ни трудился, Замакшири Касимович неизменно проявлял лучшие качества настоящего гражданина и патриота. Он всегда ценил и уважал за то, что его помнят. И сегодня благодарные земляки Замакшири Карданову выражают уважение. И говорят, что он был очень принципиальным и одновременно профессиональным человеком. Замакшири Касимович Карданов был настоящим политиком, который ратовал в первую очередь за интересы обычного человека. Пример самотверженного труда и настоящего бойца. Можно с уверенностью сказать, что его вклад в социально-экономическое, социальное и культурное развитие Карачаева-Черкесии и Ставропольского края, укрепление законности стали фундаментом для потомков. Нам есть таково равняться и гордиться. Светлая память. О жизни и деятельности героя до перестроечного времени, о нашем выдающемся земляке Зарема Карданова. Шел памятный для всей страны 1982 год. Именно в сентябре этого года не стало Замакшири Карданова. Анализируя события, последовавшие после ноября 1982-го, можно смело сказать, что наступившая перестройка вместе с преобразованиями не принесла бы Замакшири Касимовичу удовлетворения коммунисту по духу, по призванию. Я лично имел счастье быть знакомым. Очень милый, очень обаятельный, чрезвычайно внимательный человек. Мы накануне его столетнего юбилея. Нам очень обидно, что в республиканском центре нету биуста, которого он вполне заслуживает. Замакшири еще подростком начал трудовую деятельность. Учился прилежно и даже успел вступить в ряды партии. Война застала молодого солдата в разгар службы. Все четыре года был на передовой командиром саперного взвода. И награды говорят о боевом пути лейтенанта Карданова, боевой орден Красной Звезды, медали за отвагу, за оборону Кавказа, за взятие Будапешта и многие другие. Работал и учился в учительском институте, затем и в высшей партийной школе. Потом защитился. Кандидат экономических наук Замакшири Карданов опубликовал около полусотни научных работ. Среди них особое место занимает большой филологический труд русско-черкесский словарь. Был депутатом Верховного Совета РСФСР четвертого, пятого и шестого созыва, делегатом девятнадцатого и двадцать второго съездов партии. Его мемориальная доска висит в этом доме. Мы Карданов и весь род очень гордимся им, что среди нас вышел с нашего рода Аулапсовый человек и вышел такой видный государственный политический деятель. За безупречный труд Замакшири Карданов только в одном 1957 году получил два ордена. Орден Трудового Красного Знамени и Орден Ленина. Список орденов за высокие достижения в труде дополняют еще два ордена Красного Знамени, три ордена Знак Почета, орден Октябрьской революции и орден Дружбы Народов. Был награжден специальной медалью за освоение целинных земель неоднократно с золотыми медалями ВДНХ СССР. И все это приходится на время, когда он возглавлял область полком Карачао-Черкесии. Именно в это время наша область превратилась из аграрной окраины в развитую индустриальную область. Так продолжалось 15 лет, пока его не пригласили в Ставропольский край с полком заместителем руководителя. Я только видел по телевизору членов политбюро и генерального секретаря. Вот так организовал похороны этого человека, краевая партийная организация во главе с Мураховским Севалом Сарафимовичем. И на митинге он сказал, дорогие наши старопольчане, мы потеряли нашу Тхамаду Ставропольского края. Мы от него как Тхамаду рассчитали, его уважали, ценили и всю жизнь остается в нашей памяти, как наш Тхамада. Во мне, в моем сыне, в моем отце, естественно, есть частица, большая частица этого духа, этой крови. Естественно, мы будем передавать через поколение это тепло, это настроение, это отношение к его родной земле, к народу. Жива память о человеке ровно столько, сколько о нем помнят. Вместе с такими людьми уходит целая эпоха. Однако в сердцах благодарных потомков жива память о своих замечательных земляках. Зарема Карданова, Ислава Гомова, Либостан, Вести, Карачаево-Черкесия.